Профсоюзная организация на почте, которая была образована совсем недавно, входит в общероссийский профсоюз, который, в свою очередь, является членской организацией Союза профсоюзов России. А это наша уставная задача – помогать профсоюзным организациям, входящим в нашу структуру, по вопросам и переговоров, обсуждения трудовых споров, обсуждения проблем, связанных с работодателем, условиями труда, заработная плата. И вот в связи с тем, что, как я сказал, организация достаточно молода, опыта переговоров с работодателем практически никакого, мы принято решение приехать помочь, поговорить, принять участие в совещании, которое, собственно, проходило более двух часов. Я не могу сказать, что в теплой обстановке, но диалог состоялся. Работодатель, руководитель филиала «Почта России» по Саратовской области выслушал наши требования, требования профсоюзной организации, обсуждали, собственно, сами требования. Пока говорить о чем-то кардинальном изменении положения работников почты, я думаю, не стоит, но решили вопрос с неким изменением в сторону улучшения условий труда, выдачи спецодежды, спецобуви, изменения условий работы операторов в почтовых отделениях, я думаю, что к лучшему будет измениться. Обсуждали вопросы повышения заработной платы. К сожалению, ту планку, которую предполагал получить профсоюз, нам не удалось, но примерно процентов на 20 договорились, что в течение квартала 2021 года будет решен вопрос с повышением зарплаты почтовых работников. Вот те проблемы, которые озвучивали с саратовскими работниками почты, подобные сигналы из других регионов были у вас? С почтой России практически везде так. Везде не лучшие ситуации. Сама бы по себе АО «Почта России» не является лидером ни по условиям труда, ни по заработной плате. Проблемы и в московских регионах, а в регионах России, так они практически везде. Но, к сожалению, не везде у нас есть профсоюзные организации в других отделениях Почты России, в других регионах. То есть это же дело добровольное. Люди вступают в профсоюз добровольно. Мы никого не заставляем. Вот там, где появляются профсоюзные организации, там мы работаем, пытаемся помогать. Но Почта России, как я сказал, это достаточно серьезная организация в этой части. Она не на первом месте. Какие вопросы вы конкретно поднимали на сегодняшней встрече и к чему вам по ее итогам удалось прийти? Ну, вопросы все поднимались те, которые выдвигались в требованиях. Первонаперво, это заработная плата, выдача спецодежды. Ну и большой, самый глобальный вопрос, это все-таки денежные, решение всех денежных вопросов. Вот вопрос, который может решить сам директор, это повышение зарплаты, как в Саратове определились пока так. Это в ближайший квартал до 1 января будущего года. Вот. То, что касается вопросов, какие он не может решить сам, он их записал и будет отдавать на Москву, на директоров отправлять, чтобы были уже совместные решения. А какие это вопросы? Это вопросы, чтобы убрать 90% выполнения плана по рознице, где наши сотрудники не получают сетевых. Вот. Также это увеличение оплаты процентовки за реализацию товара. Вот. И выплата, доплата сотрудникам за отсутствующих или за вакансии 50%. Если раньше платили 25%, то есть это четвертая часть от зарплаты, то мы сейчас просили обратиться, чтобы эта выплата была 50%, половина. Потому что объем работы человек выполняет в полном объеме, не делит пополам ее. А вот спецодежда и прочие требования, которые... А, спецодежда нам сказали, что нас обеспечат в первую очередь. Взяли у нас уже все мерки почтальонов, операторов. Будут решать этот вопрос в ближайший месяц. Даже до конца этого месяца соберут, посмотрят, что у них есть. И будет выслано в отделение. Да, этот вопрос уже решается. Так же, как и техническое оборудование. Это вот ремонт транспортеров, где-то устранение неполадок. Все это уже сейчас будет в данный момент. Так же вопрос стал о том, чтобы закупить отпугиватели для собак, выдать почтальонам на участки, чтобы они были защищены. И поясные сумки для выноса денег. Ну, в общем, вот эти вопросы будут решаться уже прямо сейчас. Так же вопрос будет решаться приобретение стульев для операторов, офисные стулья. Это коснется всех почтовых отделений в Энгельсе? Да, да, да. Директор заверил, что он не будет выборочно делать только Энгельсу. Сказал, что независимо, кто организовал профсоюз и кто тут у нас. Выдвигает требования. Мы перед ним все одинаковые. Все почтовые отделения всех районов. Соответственно, где больше будет необходимость, там будет в первую очередь. Но все вот эти наши требования будут выполнены. А то есть вопрос о забастовке снят с повестки дня? О забастовке снят, да. Мы пришли к соглашению, что пока мы ждем выполнения, основного выполнения, это выплата зарплаты, как в Саратове. Далее шло рассмотрение о том, что по окончании года, если генеральные директора в Москве и здесь подведут итоги, и встанет такая ситуация, что можно повысить зарплату, я так думаю, они это примут к сведению. А вот просто поясните, чтобы было понятно, что значит там 90% по просьбе. Ну, мы выполняем реализацию товара, газет и всего прочего, да, товар народного потребления. Почтальоны получают эти сетевые добавки в полном объеме, а оператор, начальник и зам, который сидит, торгует в отделении, точно так же реализовывая товар, встало ограничение. Если мы его не выполнили до 90%, на 90%, то мы не получим этих сетевых, понимаете? И получается, что ты весь месяц торговал и работал, и ничего ты не получил. Копеечки, там тебе 54-100 рублей там выплатят и все. Вот, чтобы их вот эти ограничения убрали совсем, так, как было и раньше. Продолжение следует...